Лучшие документальные ленты были отмечены на Всероссийском кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Победителем стала картина «Сын» Арсения Гончукова. А вот специальный приз, и для нас это очень радостно, получил фильм «300 лет одиночества» нашего тюменского кинорежиссера Константина Одегова. Главный герой Фёдор Конюхов о признании и работе за кадром и в кадре поговорим с самим мастером. Доброе утро! Доброе утро! Ну вот первый же вопрос. Я нигде не могу найти этот фильм «300 лет одиночества». В ноябре вы нам презентовали его тюменцем, а в сети он не появился. Честно говоря, я сам его нигде не могу найти. Это как так? Проблема в том, что кроме фестиваля, судьбы начавшейся так удачно, у него другой пока никакой не существует. На DVD он не вышел. В интернет я никогда свои фильмы не отправлял. А почему? Я смысла в этом не вижу. Ну потому что раскрутка всё-таки, да, это самая сложная такая часть, наверное, работы. Я уже привык работать в стол и специально так продвигать свои художества я не намерен. И в дальнейшем тоже, поскольку, ну, эфир ограничен, масса причин для этого есть. И государство меня не финансирует. Всё, что я сделал, наверное, единственный из кинорежиссёров России, кто работает на собственные средства. Так что отбить их интернетом – это смешно. Так что, ну, ждём лучших времён, что называется. Ну, то есть, ну, мы в любом случае надеемся, что фильм выйдет на DVD рано или поздно. При этом я ни от кого их не скрываю, может быть. А, кстати, совершенно вы правы, оказывается, в сентябре, тут случайно вспомнил, в сентябре фильм всё-таки ждёт «Прокатная судьба», он выходит в Москве, в Питере и Ярославле на больших экранах, то есть кинотеатры. Да, очень замечательная удача. Случаются праздники, да. Да, нам только остаётся собраться и съездить в столицу. Вот, кстати, в... А зачем? В Тюмени у него тоже был эфир, в кинотеатре «Фавориты» довольно-таки неплохой, так что... Угу. Потому что совсем-то обижаться на судьбу мне не стоит тоже. Ну, да, во время предыдущей встречи у нас тоже в программе вы говорили то, что вот 300 лет одиночества – это большая удача. То, что вот у вас в фильме сыграл такой человек, как Фёдор Конников. А вот на сегодня что для вас стало главным везением? У вас хорошая память, если вы помните мои фразы год назад. Насчёт удачи – это вы точно подметили? Но он не играл в моём фильме. Ну, вы о нём снимали, да-да-да. Он сам работал радостно. Да, в раму, да, документальное же кино. Но вот сегодня что самое большое везение в моей творческой жизни, Людей, вообще? Ваше? Наверное, да, самое большое везение – это дойти, прийти к зрителю, то есть чтобы фильм увидел зритель. Собственно, для чего мы их и делаем. Ну вот мы знаем вас, как режиссёра-документалиста, как режиссёра художественного кино. У вас снимались Стычкин, Домогаров. Вот как вы оцениваете вообще роль актёра в кадре «Звезды»? Он играет роль для фильма? Безусловно, иначе бы их не было. Ну вот тоже в одном из ваших интервью я читала то, что вы человек очень жёсткой дисциплины на площадке. Вот когда у вас играют звёзды, вы позволяете им какие-то поблажки? Ну, насчёт жёсткости-то эти слухи сильно преувеличены. Я, наоборот, стараюсь сделать, что касается художественного произведения, то, что можно назвать искусством, только в любви. И если что-то меня не устраивает, я пытаюсь найти компромиссы со звездой или ещё с каким-то техническим, возможно, работником. Но ни в коем случае в современном понимании это слово «жёстко» значит кричать, топать ногами. Нет, это исключено совершенно. Я лучше избавлюсь от этого человека. А вот приходилось от кого-то известного вот так вот отказываться? От известных, слава богу, нет. Нет, это можно терпеть и нужно, на самом деле, потому что она в общее дело играет, только плюсы. А что касается, вот, был у меня случай, я уволил на картине наследника своего художника по костюмам. В связи с чем? Ну, за бастовку девушка хотела провести. Не нравилось, что вовремя зарплату не платят. Но в кино, особенно в частном, в моём случае, это никогда не бывает, то, что вовремя платили. А приходилось из-за каких-то там звезд или особых условий райдера поступаться чем-то? Например, увеличить гонорар в процессе съёмки главному герою? Нет, совсем наоборот. Я именно примерно в таком случае отказался от, может быть, первостепенной звезды того времени в российском кино. А от кого? Евгений Миронов, он в «Парижской любви» главную роль должен был сыграть. И мы с Поляковым, кстати, на Выборгском фестивале по этому поводу разговаривали, он мне припоминал этот случай. Но сейчас, за прошествием времени, он, по-моему, считает, что и хорошо, что так случилось. Так же, как и я. Но вот всё-таки вы человек публичный, работаете в кадре и за кадром. Вот о чём должен всегда помнить такой человек, который всегда на виду? Как себя вести? Может быть, какие-то есть правила ваши главные? Да нет, здесь рецептов никаких не существует. Ну, скромно, прежде всего, наверное, чего у меня не всегда получается. Но сама жизнь заставляет так себя вести, вот и всё. Ну вот, вы у нас входите, скажем так, в такой топ известных людей Тюмени, да, и мы гордимся то, что вы наш земляк. Спасибо, этот топ только не все знают, по-моему, вообще никто не знает. Но мы знаем, что у вас больше автографов берут всё-таки москвичи, а не наши горожане. К сожалению, да, там больше узнают, по крайней мере, интересуются, наверное, там больше моим творчеством, нежели в Тюмени. А вот почему так? Да, с чем это связано? Это нужно спрашивать у зрителей, у меня, я не могу объяснить этот феномен. А вас-то расстраивает? Да почему? Нет, как известно, пророка в своём отечестве, известная фраза, пока там не скажут, ну, то бишь в Москве, что я хороший, здесь, наверное, не поймут. В то же время, пока за рубежом не скажут для Москвы, что я выдающийся, этого тоже не произойдёт. Так что всему своё время, очевидно. Да, и пусть времени хватит на реализацию проектов, которые ещё не завершены, мы ждём. Да, и всё-таки мы ждём на DVD полное собрание ваших фильмов. По-моему, DVD сейчас отмирает, и вряд ли кто. На Blu-ray и так далее. Интересный факт, вот, все мои фильмы есть у моих друзей, близкие, по крайней мере, на DVD, однозначно. И вот свой очередной юбилей, я уже не молодой человек, я пригласил друзей, и мы так вскользь заговорили о моём творчестве. И я решил поставить одну из картин, которую, по моему мнению, я им дарил. А у них у всех она была 100%. Они смотрели её с открытым ртом и радовались, так сказать, моим творческим успехом. И когда DVD кому-то даришь, они смотреть не будут. Во-первых, а во-вторых, когда человек покупает, он ещё, может быть, интерес какой-то проявит. Но сегодня все так заняты, что телевизор-то не успевают смотреть. Ну, в любом случае, иметь ваш фильм в своей домашней кинотеке, я думаю, это почётно. Спасибо большое. Я тронут вашим запрещением. Спасибо. У нас в гостях был кинорежиссёр, актёр-продюсер Константин Одегов. Запись беседы вы можете найти в группе «Утро с вами» ВКонтакте или на сайте tumantime.ru. На этих же ресурсах, а также на сайте вслух.ru вы можете оставлять свои комментарии и вопросы гостям будущих программ. И они обязательно попадут в эфир.